Сегодня, наряду с традиционными услугами Федеральной почтовой связи, получили широкое развитие новые услуги. Электронная и ускоренная почта, реализация печати и других товаров в розницу, прием коммунальных и иных платежей, посылочная торговля, рассылка рекламных материалов, перевозка грузов, ксерокопирование документов, фотоуслуги и многое другое. Я направляю письма, заказанные с уведомлением. Да ну как, вот сейчас льготные билеты взять на проезд, ну там когда что-нибудь оплатить, ну обращаемся в принципе. Возможности коммуникации выросли за счет интернета и сотовой связи, но несмотря на это, сегодня почта – это громадное предприятие, осуществляющее доставку корреспонденции посылок во все уголки мира. Как высокая оценка роли почты в обществе и в связи с трехсотлетием указом президента страны, был учрежден День Российской Почты, отмечаемый во второе воскресенье июля. Накануне работников Почты России и всех людей, имеющих отношение к почтовой связи, поздравляют с праздником и желают успехов в их нелегком труде. Ну поздравляю, желаю, чтобы у них поменьше было народу, которые жалуются, поменьше таких клиентов буйных, то есть чтобы и зарплату, наверное, побольше, я так думаю. Мы пожелаем с удовольствием, чтобы они жили, трудились, вот, всегда приятно с ними беседовать, никогда они не кричат, не рычат, вот, очень корректные. Вот, девочка молоденькая, дай бог им здоровья. Всех благ, главное здоровья, ну и семейных успехов, как говорится. Светлана Даровских, Александр Трегубов, НашГород.